Акт восстановления исторической справедливости состоялся в Бресте с обнаружением подлинного места водружения победного знамени и освобождения города над Бугом от немецко-фашистских захватчиков открыта мемориальная доска, посвященная этому подвигу. Изначально считалось, что известный красный флаг в 1944 году был установлен в Брестской крепости. Потом историки начали утверждать, что символ победы развивался на месте нынешнего Брестского мусороперерабатывающего завода. И только сейчас, благодаря кропотливому анализу имеющихся фотографий и архивных данных, выяснилось, что знамя водружали на освобожденном форту Графберг. Сегодня Брестский мясокомбинат. Они в разумительном, они предположительно что-то говорили, может быть в районе форта Графберг, но окончательно сказать этого не могли. Ну и получилось так, что шла подготовка к изданию справочника «Тысячелетие Бреста». И вот когда комбинат дал Вабишевичу фотографии, вот о которых говорил Павел Яковлевич, то когда сравнили, все стало на свое место, потому что сооружения были оригинальные, и таких сооружений вообще в Бресте быть не могло. Ну а потом выяснилось, что да, действительно это рефрижератор, который обеспечивал, будем говорить, гарнизон и Брестской крепости, и, я думаю, остальных подразделений российской армии, которые здесь были. И вот в сравнении как раз однозначно дал ответ, что это форт Графберг. Рефрижератор форта Графберг еще накануне Первой мировой войны соорудил инженер Владимир Дагадин. Сейчас это объект историко-культурной ценности, но это не мешает использовать его по прямому назначению и сегодня. Параметры, его уникальность в том, что это бетонные сооружения, по сути дела саркофаг. Вот у нас на втором этаже есть его фотографии, как он был построен только. Толщина стен для справки 5 метров 25 сантиметров бетона. То есть это тогда не было холодильное оборудование, а это был ледник. Зимой закатался лед, он там постепенно таял, обеспечивал температуру на протяжении до следующей зимы. Несмотря на локальность мероприятия, на открытии мемориальной доски присутствовал лично председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук. Очень правильно, что в год исторической памяти мы с особым даже каким-то вниманием относимся и к вопросам исторической справедливости. Очень правильно расставлять акценты, избавляться от ненужных, якобы политкорректных приоритетов, которые были сделаны. Ну, что греха-то есть в свое время, чтобы кого-то не обидеть, чтобы кого-то лишний раз не назвать и все остальное. Как сказал наш глава государства, надо все ставить точки над «и». Время сейчас такое. Но в данной ситуации мы реально восстанавливаем справедливость. Именно здесь, на этом месте, был символически обозначен жест освобождения нашего города. Вот почему так важно именно в год исторической памяти постараться работать в направлении восстановления исторической справедливости и правды. Доносить людям подлинную, а не искаженную информацию о тех событиях. Продолжение следует...